Госавтоинспекторы ждут автобус. Утро субботы – самое подходящее время для проверки перевозчиков, доставляющих покупателей из соседних регионов в Ивановские текстильные центры. Остановив автобус первым делом, госавтоинспекторы осматривают его. Особое внимание уделяют креплению колес, а также брызговикам и внешним световым приборам. Но самое главное – внутри. Тахограф. Водитель этого автобуса вез пассажиров в Иваново и Сковрово, а прибор, который должен был фиксировать режим труда и отдыха шофера, все это время не работал. Тахограф не может вывести у вас на печать информацию необходимую, соответственно, он не работоспособен. Ответственность за данный вид административного правонарушения предусмотрена частью 1 статьи 1.23 Кодекса административного правонарушения и предусматривает ответственность на водителя от 1000 до 3000 рублей. Соответственно, данная статья предусматривает ответственность должностных лиц, с которыми упустили вас на линию и не проверили работоспособность тахографа. Водитель должен двигаться не более 4 часов, потом делать отдых 15 минут. Несоблюдение режима труда и отдыха водителями дальних рейсов – наиболее частая причина серьезных аварий. В данном случае водитель мог нарушить установленные правила, а это уже опасно для пассажиров и других участников дорожного движения. Как показал рейд, встречаются и совершенно вопиющие нарушения. Этот автобус приехал к нам из Обнинска с дырой в лобовом стекле и божьей помощью. Анатолий Георгиевич, наличие трещин лобовых стеклов согласно техническому регламенту 8 приложения не допускается. Руководство в курсе? Руководство в курсе? Почему не меняют? А вы напоминаем каждый день. Понятно. Иронично, что руководство это нарушение будет стоить в десятки раз дороже, чем шоферу. Водитель отделается штрафом 500 рублей. Контролер же, который выпустил автобус в таком состоянии в рейс, заплатит от 5 до 8 тысяч. Кроме прочего, эксплуатация автобуса с такими повреждениями запрещена. То есть ехать дальше он может, а вот людей перевозить нет. Так что и пассажирам такое безответственное отношение перевозчика тоже поездку испортило. Остановка конечная. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.